МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Всеми своими лучшими ударами можно будет похвастаться в большой сети. В этой игре гоночные болиды не зависят от ландшафта и могут использовать всю мощь реактивной тяги. Про Сайклит Менеджер 2007. Даже если вы не увлекаетесь велоспортом и спортивными менеджерами, эта игра стоит вашего внимания. На прошедшем недавно фестивале скорости в английском городе Гудвуд одержал победу от новой суперкар Макларен Родстер. Под капотом у него V-образный 600-сильный движок, который позволяет Родстеру достигать 100 км в час за 3,8 секунды. В свободной продаже он появится в сентябре 2007 года. Цена пока что держится в секрете, но, само собой, она будет весьма и весьма высока. Компания Гипс Технолоджес представила на суд публики свой новый супергибрид Акуада, смесь автомобиля и гоночного катера. Как уверяют инженеры компании, весь процесс перехода с езды по пляжу на скольжение и по воде занимает у амфибий каких-то 12 секунд. 200-сильный движок позволяет развивать на акватории скорость до 30 миль в час. Акуада станет прекрасным подарком для тех, кто любит скорость и новые ощущения свободы, как на суше, так и на воде. Все вы слышали байку о низколетящем самолете и быстро едущем авто. Теперь она обрела своего представителя в нашем мире и известный как Акайберон GTBO. Этот концепт-кар имеет под капотом или, если угодно, под фюзеляжем тысячесильный двигатель, а максималка готова поспорить с показателями спортивного самолета. В зависимости от специфики, предел скорости составляет от 300 до 500 км в час. Техника в будущем выпускается в строго лимитированных количествах и исключительно под заказ. Рогов Олег, более известный среди байкеров как Леший, собрал у себя в Твери мотоцикл, претендующий на звание самого длинного в мире. Мотолимузин имеет длину в 9,5 метров, на 15 мест для пассажиров плюс водитель. Приводится в движение с помощью двигателя М67 от мотоцикла Урал. Творение вполне способно претендовать на занесение в реестр книги рекордов Гиннесса, однако Леший, видимо, в силу своей скромности, не спешит подавать туда заявку. Изобретатель колеса, должно быть, даже не представлял, насколько важное открытие он совершил. И уж тем более необычным кажется то, что с помощью этого нехитрого приспособления можно летать. Правда, совсем невысоко. Разработчики футуристических гонок Ашкрафт Чемпионшип предлагают нам на себе испытать все прелести управления гоночным болидом на антигравитационной подушке. Аппарат, который нам предстоит пилотировать, больше всего похож на большой вентилятор. На поверхности трассы его удерживает огромный винт, как у вертолёта, а ускорение создаёт два реактивных двигателя по бокам, которые также выполняют функции руля. Всего в игре насчитывается 28 треков и несколько моделей антигравитационных болидов. Не забыли разработчики и о многопользовательском режиме. Игра поддерживает до четырёх игроков одновременно. Итак, нам предстоит пройти 28 этапов и на всех трассах одержать безоговорочные победы. Без хорошей тренировки сделать это почти невозможно. Поэтому первым делом отправляемся на учебную трассу и привыкаем к нашему новому средству передвижения. Надо отметить, что для аркады геймплей этих гонок предельно аскетичен. Здесь нет ни лазеров, ни бластеров, никаких бы то ни было ускорителей. Всё по-спортивному честно. Единственный способ одержать победу – научиться управлять болидом лучше других и прийти к финишу первым. Но сделать это совсем непросто. Местный физический движок не прощает ошибок и выбрасывает нерадивых гонщиков с трассы прямо в открытый космос. Сейчас проходят тренировочные заезды, и мы видим, как один и тот же поворот иногда приходится проходить по нескольку раз. Тренировочные заезды окончены, и пришла пора настоящих гонок. На старте вместе с нами ещё три болида. Старт дан, и впереди первый поворот. Сразу обходим одного соперника и занимаем третью позицию. Ещё один поворот и длинная прямая. Разогнавшись, обгоняем ещё один болид. Осталось догнать лидера гонки. Остальные гонщики буквально дышат нам в спину. Одна ошибка, и мы потеряем всё наше преимущество. Какая опасная и ожесточённая борьба. Наш гонщик даже сталкивается с болидом лидера, но чудом удерживается на треке. Последний круг. В очередном повороте мы опережаем лидера и закрепляем свою позицию напрямую. До финиша остаётся два поворота. Проходим их максимально аккуратно и побеждаем в этой гонке. Ашкрафт Чемпионшип Приятно удивит поклонников футуристических гонок своей хорошей физической моделью. Кроме того, у геймеров со стажем эта аркада, наоборот, вызовет чувство ностальгии и напомнит некогда популярную вип-эаут. Из приятных мелочей стоит отметить возможность использования собственных музыкальных композиций в качестве фоновой музыки. А для тех, кому игра покажется слишком сложной, даже имеется отдельный режим аркады. Смотрите далее. Всеми своими лучшими ударами, лунками или раундами можно будет похвастаться в большой сети. Про Сайк Менеджер 2007 Даже если вы не увлекаетесь велоспортом и спортивными менеджерами, эта игра стоит вашего внимания. В январе 2004 года свет увидел необычную игра аниме Теннис Бейбс. Довольно-таки посредственный симулятор Тенниса, имевший одну интересную особенность. Разработчики решили разнообразить игровой процесс при помощи анимешных девочек с большими глазами. Единственный промах этой идеи состоял в том, что львиные доли прелести жанра аниме теряется, когда его пытаются перенести в трехмерное пространство. Однако, в среде многомиллионной армии фанатов аниме проект имел определенный успех. В 2004 году малоизвестная студия Сканг выпустила свой симулятор боулинга, известный как Гаттербол. В пресс-релизе разработчики на показ выставляли свой отказ от использования лицензионной мишуры, делая ставку, в первую очередь, на физическую модель. И им это отчасти удалось. Учитывая скромный бюджет игры, она получилась весьма и весьма качественной для того времени. У каждого из представленных 13 шаров были свои уникальные характеристики и техника владения он ими раздительно отличалась. В конце сентября на золото уйдет новая гоночная аркада European Street Racing. Пера студии Team Six Game. Игра позиционируется как продолжатель традиций незабедного форсада, то есть нас ждут шикарные авто, не менее шикарные девушки и, соответственно, безбашенные покатушки по улицам крупнейших городов Европы. В числе которых Москва, Лондон, Гамбург, Париж, Берлин, Варшава и Мадрид. Будем надеяться, что проекту не помешает тот факт, что он является портом с консолью. Студия Тибурон, являющаяся подразделением Electronic Arts, в конце августа выпустит очередную версию Tiger Woods PGA Tour за номером 2008. Пресс-служба Electronic Arts в первую очередь обращает внимание игровой общественности на две инновации в Tiger Woods. Это системы Game Face One и Game Net One. Первая отвечает за фотореалистичные лица игроков. Вторая же призвана реализовать интерактивный игровой контент, то есть всеми своими лучшими ударами, лунками или раундами можно будет похвастаться в большой сети. Мы начинаем обзор менеджера шоссейных велогонок Pro Cycling Manager Season 2007. Официальную продажу игра поступила 20 июня 2007 года, ровно через год после предыдущего релиза. С тех пор в игре появилось достаточно много изменений, и она стала еще более привлекательной для широкого круга геймеров. Вас ждут три крупных соревнования. Tour de France, Girod Italia и Vuelta a España, а также несколько других более мелких чемпионатов. В игре представлено около 60 официальных команд, и именно вам предстоит управлять ими. Принятие решений и общей тактикой команды во время гонки имеют очень большое значение. Сами велогонщики разделяются по специализации и вообще отличаются своими возможностями. Поэтому нужно четко знать обязанности каждого спортсмена во время гонки. Также придется следить за общей ситуацией на трассе, а это очень напряженные занятия. Участников много, и за всеми надо следить, предвидеть их дальнейшие действия и вовремя реагировать или контратаковать. Только чтобы спокойно занимались ситуацией в середине пелетона, и спортсмены других команд тут же среагировали. Весь поток увеличил темп. Приходится менять тактику в реальном времени. Комментатор сообщает об атаке лидеров. Нужно срочно переключаться и контратаковать. При этом нужно следить и за остальными гонщиками команды. Также нужно помнить, что силы гонщиков не беспредельны, и лидерство удержать будет очень сложно. Стоит отметить, что помимо напряженных заездов, вас будет ждать не менее усердная работа между чемпионатами. Недостаточно просто купить сильных спортсменов. Необходимо обращать внимание и на их отношения в коллективе, а также на характер. Именно он проявляется в критических ситуациях, когда нельзя обращать внимание на эмоции. То же относится и к тренерам команды. У них есть не только достижения, но также определенные навыки и собственные методики работы с подопечными. Также не забывайте следить за ежедневным состоянием гонщиков, которое постоянно меняется. Возможно, что именно сегодня этому отличному спортсмену не стоит появляться на трассе. В заключении хочется сказать, что игра стала значительно интереснее. Разработчики даже предлагают сетевой режим игры. Но общее впечатление портит большое количество ошибок. Надеемся, что все они будут исправлены и вы сможете насладиться этим современным менеджером шоссейных велогонов. Смотрите в следующий раз. Один из самых красивых городов мира Париж. И неудивительно, что все стритрейсеры мечтают покатиться по его ночным улицам. Теперь такая возможность есть у каждого благодаря новому гоночному симулятору Стейтрейсер Парижский удар. Брайан Лара Интернешнл Крикет 2007. Сразу видно качественный продукт, современная графика, интересное поведение игроков и модная музыка. Все это в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok